Приветствую вас, и если честно, ваш вопрос, он такой получился довольно расплывчатый. То есть в нем есть некоторые моменты, которые, вот скажем, указывают на простое, обычное затухание чувств между двумя людьми. В вашем сообщении рассказывает нечто, указывающее на то, что вы слишком растворяете в человеке, вы слишком много, возможно, вмешиваетесь в его личные границы, вашего молодого человека. В вашем сообщении присутствуют элементы созависимых отношений. Когда человек делает другого центром своей вселенной, но в негативном смысле слова. То есть в смысле том, что становится на нем концентрироваться чересчур сильно. В вашем сообщении, наконец, присутствует действительно элемент завершения романтичного периода, о котором вам сказала моя коллега. То есть ситуация такова. С каких-то моментов, с некоторых пор, вы стали замечать, что ваши отношения не приносят вам удовольствия, не приносят вам наслаждения. В последнее время вы не получаете от взаимоотношений с молодым человеком никакой обратной связи. Вот последние полгода. И обычно в таких условиях, в такой ситуации, я мог бы рекомендовать вам для начала подумать, что могло привести к такому вот раскладу, что могло привести к такому поведению, и что могло сколосировать молодого человека на подобные отношения к вам. Я не думаю, что это произошло без причины, потому что, ну, в принципе, три года, срок достаточно большой, по моему мнению. И, как мне кажется, вот как мне кажется, за это время, за три года вы могли совершенно спокойно расстаться, вы могли совершенно спокойно и поделиться, но, правда, вы не сделали этого, но это уже деталь. Вот, то есть момент, момент здесь заключается в том, что пока не ясна, как таковая причина того, что с вами происходит на данный момент. Непонятно, что может быть у вас, вот, именно корнем вашей проблемы, я предпочел бы не гадать. То есть вот гадать именно мне бы не хотелось. Если вы видите, что ваш молодой человек совершенно не проявляет к вам никакого внимания, если вы говорите, что вы ничего не чувствуете от него, если вы говорите, что он не дает вам того, чего вы хотели бы получить от него, если вы говорите, что вы даже уже от секса никакого удовольствия не получаете. То есть, собственно говоря, я полагаю, что вам нужно сделать перерыв. Я полагаю, что вам нужно, ну, возможно, имеет смысл немножечко от него отстраниться, отдалиться чуть-чуть и, собственно говоря, дать ему передохнуть от вас, потому что вполне вероятно, что, как, опять-таки, указала вам коллега, срок ваших отношений сейчас таков, что нужны какие-то новые связующие звенья между вами. А новых связующих звеньев у вас, судя по всему, нет. И вот это, то, что у вас нету новых связующих звеньев, как раз-таки, я думаю, и является причиной того, что сейчас, в данный момент, у вас проблемы. Ну и, соответственно, чтобы разрешить эту проблему, нужно, наверное, сначала определить все-таки ее природу. То есть, с чем связано такое вот поведение молодого человека? С чем связано такое его отношение к вам? С чем связано то, что он ведет себя вот таким образом? Далее, вам, ну, самой желательно понять, что требовать чего-либо от него смысла особого нет. Именно требовать. Потому что он, ну, если бы он мог, если бы он хотел, он бы, полагаю, предоставил бы вам все то, что вы хотите, за то, в чем вы нуждаетесь. Раз этого не происходит, значит, молодой человек не может дать вам, кратки, того, чего вы хотите. И к этому нужно, ну, желательно отнестись с пониманием, по крайней мере, чтобы, по крайней мере, чтобы еще больше его не спугнуть, чтобы еще больше его от себя не оттолкнуть. Ну, если, конечно, вы этого хотите. То есть, я вот пока не очень понимаю, вот вы говорите, что мне делать. И, опять-таки, если не ясна причина до конца, то, соответственно, не очень понятно, и если действительно, что вам делать в этой ситуации, потому что, ну, объективно, да, не ясно, что происходит, непонятно, что делать. Ну, однозначно, однозначно вам необходимо показать моему, своему молодому человеку, что терпеть подобное, как бы позволять в дальнейшем осуществлять подобное отношение к вам, вы ему не позволите. Вот это вот, пожалуй, самое главное, что вам нужно ему донести, до него донести. Потому что, что такова, что мужчина, вот у меня сложилось такое ощущение, что мужчина просто-напросто уверовал в то, что вы его, и что вы никуда от него не денетесь, то есть, что вы будете терпеть все, что он там делает, все, что он там, все, как он себя ведет, и так далее. То есть, ну вот, у меня такое сложилось впечатление, что он вообще вас не ценит. Ну и, соответственно, ваше поведение нужно скорректировать так, чтобы, с одной стороны, вы откровенно не показывали ему, что все, вы, прям, больше не хотите с ним быть, а то, может быть, обидно для него, и может выглядеть, как агрессия. Я, кстати, отдаюсь, в том, что строить свое поведение на основе с агрессией не самый лучший вариант. Вот. Но, с другой стороны, показать ему, показать ему, что ваши интересы тоже, как бы, нужно помнить, нужно иметь в виду, а он этого не делает, и, соответственно, раз он этого не делает, то это будете делать вы. То есть, соответственно, что сейчас происходит? Сейчас вы чувствуете, как играете в одни ворот. Вы чувствуете, что сейчас вы просто-напросто тянете отношения на себе. И в этом действительно нет ничего сколько-нибудь хорошего для вас в этом действительно нет ничего сколько-нибудь полезного и правильного для вас в том, что действительно это очень изматывает, когда делаешь что-то только для человека. Поэтому вам необходимо отпустить отношения. Это вот то, что вам нужно сделать в любом случае, но зависит, конечно, от того, какая у вас причина. То есть, по какой причине вы начали испытывать кризис в отношениях. значит, вы отпускаете эти самые отношения свои. Вы позволяете молодому человеку делать то, что он хочет. И то, как он хочет. Это очень важно здесь. сами вы действуете в таком же ключе. То есть, сами вы позволяя быть свободным ему, вы позволяете, даете возможность быть свободной себе. И тем самым вы как бы уравниваете вас не в права связи, а в положении. То есть, сделаете так, чтобы ваше положение с ним было одинаковым. И далее смотрите по сути дела на поведение мужчины, то есть, как он себя ведет. Вот, предположим, предположим, он там предпочитает вместо того, чтобы провести время с вами, да, значит, он предпочитает, например, провести время с друзьями, ну, допустим. И понятно, что вы с этим ничего не можете сделать. Понятно, что вы этого не измените. То есть, надо понимать, что никакие там уговоры, слова, мужчину не направят на вас, на более близкое общение с вами. И вы просто, знаете, мужчине увидите, что вы сами, ну, вообще-то говоря, будете вести себя так же. Ну, то есть, безусловно говоря, зеркально. Вот вы будете вести себя зеркально. То есть, чтобы не чувствовать себя как-то обделенно. Чтобы не чувствовать себя, ну, как-то, знаете, негативно, в негативном ключе. и вот это, это вам поможет. Это вам позволит вести себя адекватно с ситуацией, и это позволит вам, собственно говоря, ничего не терять в отношениях, и даже, наверное, не думать о том, к чему это приведет, потому что если вы увидите, что молодой человек принял ваше поведение и, собственно, не пытается его, там, как-то изменить ваше поведение, ну, значит, он не очень сильно вами дорожит, и вам нужно просто шить дальше. А так, ему удобно, он встречается с вами у него все хорошо, его все устраивает, зачем что-то менять. Это, знаете, не в него интерес это делать. Поэтому надеяться на то, что ситуация сама как-то образуется, я бы не стал. Ожидать, что вы также путем накручивания что-то для себя увидите новых, откройте какие-то нюансы, тонкости, я бы тоже не стал, потому что вы находитесь внутри этой ситуации, ситуации, которая происходит, и я не думаю, если честно, что у вас есть возможность, реальная возможность, как-то ситуацию поправить как-то ситуацию самостоятельно и ставить молодежь, потому что с его позиции нет никакой активности. И поэтому вам нужно поступать именно так. Ну, а вообще-то вообще нужно анализировать то, что произошло с вами. Исходя из этого, еще можно будет рекомендовать вам, что делать дальше, то есть, может быть, это будет работать с вами, с вашей неуверенностью, там, со страхом, с зависимостью или чем-нибудь еще. На этом все, надеюсь, что помог вам, если какие-то вопросы остались, опрошитесь в личку, помогу, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим, желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!